Судный день невозможно, чтобы Аллах отвернулся от тех, кто признал его приземной жизни, потому как всемогущий Аллах щедр, милосерден, терпелив и любит прощать. Его милость сильнее его гнева. И милость его объемлет все, и близка она к тем, кто делает добро. Сегодня я хочу поговорить с вами о двух типах людей. Первый тип упомянул Аллах, сказав, что эти люди признали свои ошибки. Второй тип людей тоже признали свои ошибки. Однако давайте посмотрим, в чем разница. Что же сказал Аллах о первом типе людей? Он сказал, есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяние. К таким людям, которые совершают и плохие, и хорошие деяния, относимся мы с вами. Мы ведь ошибаемся. Бывает, что опаздываем с совершением некоторых поклонений, бросаем нехорошие взгляды, говорим плохие вещи. К такому типу относимся мы с вами. В наших жизнях переплетаются послушание Аллаху и ошибки, которые мы совершаем. Однако главное, что мы признаем тот факт, что мы совершили ошибку, когда такое происходит. И в подтверждении этого признания мы всегда просим у Аллаха прощения. Каемся, возвращаемся к Нему. Что Аллах говорит о таких людях? Возможно, Аллах примет их покаяние. Слово «возможно» от Аллаха означает, что Он простит нас, ведь Аллах всемогущий, щедр и не изменяет своим обещаниям. Поэтому тех, кто кается перед Аллахом и признает свою вину, Он прощает. Это то, что относится к первому типу людей. Есть и второй тип людей. Когда они войдут в ад, ангелы спросят у них, «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель? Вы, те, кто сейчас в огне, разве вам не посылали предостережения? Разве к вам не были неспосланы пророки? Разве Аллах не послал вам священные писания? Разве не слышали вы каждую пятницу хутбу? Разве вас не предостерегали?» На это люди ответят, «Конечно, предостерегающий увещеватель, посланник Аллаха, приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали, «Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении». Они скажут, «Если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени». Они признали свои ошибки. Что же Аллах сказал про них? Он не сказал «возможно». Он сказал «прочь же, обитатели пламени». Почему же, упомянув первый тип людей, Аллах сказал о прощении, а про вторых – «прочь». Потому что первый тип людей покаялся в мирской жизни, когда у них еще была возможность покаяться и была возможность вернуться к греху. Но они выбрали остаться на пути Аллаха. И всемогущий Аллах не разочарует их. А второй тип людей признали ошибки и раскаялись лишь после того, как попали в ад, когда уже поздно что-либо делать. Братья мои, я задам такой вопрос и себе, и вам. Знаете ли вы, когда умрете? Дорогие мои, рано или поздно нам всем предначертано умереть. Нам всем уже вынесен этот приговор, с отсрочкой или без нее. Есть ли хоть один человек, который избежит смерти? Братья мои, мы все знаем и верим, что нам суждено умереть. Наша смерть – это начало другой жизни, загробной, аль-ахира, которая никогда не закончится. И если вы не знаете, когда вас настигнет смерть, почему бы вам не обратиться к Аллаху и не покаяться? Почему не стать человеком, принадлежащим к первому типу людей? Почему мы остаемся среди людей второго типа? Аль-ханду лиллях, братья, наш Господь милостив и щедр. Однажды человек, озабоченный своими грехами и непослушанием, от отчаяния и печали, пришел к одному из верующих советников и сказал ему, «О мой брат, я не думаю, что всемогущий Аллах простит меня». Тот спросил, «Как же?» Ведь всемогущий Аллах сказал, «Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро». Мужчина сказал, «Но я не из тех, кто делал добро. Я из расточительных, я из заслушников, я из грешников». И было горе его глубоким. Советник сказал ему, «Аллах также говорил, «Милость моя объемлет всякую вещь, а ведь ты являешься частью этого всего». «Инша Аллах, милость Аллаха объемлет и тебя». На это мужчина ответил, «Несмотря на это, я не думаю, что милость Аллаха распространится и на меня». Тогда советник сказал, «Ты действительно страдаешь». Мужчина ответил, «Да, это так». Советник сказал, чтобы мужчина повторил за ним, «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к нему наше возвращение». Когда мужчина это сделал, советник сказал, «Продолжи, прочти следующий аят». Мужчина задумался, а этот человек процитировал вместо него, «Они удостаиваются благословения». Своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Из этого следует, что милость Аллаха настигнет нас, но не бегите от него. Вернитесь к Аллаху, и тогда вы будете вознаграждены. Я прошу Аллаха о том, чтобы Он сделал нас из числа кающихся и очищающихся. Мир вам и милость Аллаха.